стокгольм нормально друзья всем привет с вами гару как обычно слушаете подкаст об осадах начнем мы традиционно с боленоса боленос уже закончился в начале рези я так понимаю упали инсайты давай рези тебе слово мы простояли мы два часа три минуты для фариса от гильдии золотая орда white raven 2 состав и golden horde по-моему это там какой-то у них новый альянс я не знаю каких-то составов злой такой ну как бы стояли дефались сначала от одних от других попытались как-то посередине осады вынести golden оставили кипа 50 процентов но добить таки не сумели там просто нереально 10 пушек наверное 6 слонов со всех сторон просто нападают гасят мы этих переезжаем этих переезжаем остается часть рейда уже там начинаем падать на 30 процентах примерно еще где-то полтора часа продержать но так было весело принципе не знаю как другим было весело не весело но хотя бы на голден хордов можно было вынести в рам например да и подраться один на один но они зачем-то в 3 в 3 очка нас гасили после чего вера просто успешно упали этого мува я не совсем понял ну возможно феджи прояснит все эти мувы феджи прояснишь и мувы привет 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 я не знаю ну на самом деле там же свой рел втором я так понимаю он планировал остаться против двух золотых орды чем попытаться вместе с чисто с мэном золотой орды выгасить инсайтов вот и все почему нужно было три гиль ребята сыграли на позитиве только он хороших сильно плюсовой довольно осады даже против инсайтов они довольно бодро закончили осаду там типа два к одному как-то так нормально все прошло в итоге кто болен взял а золотая орды они потом две гильдии оставшихся убили в мастера состав где-то минут за три и взяли то есть вот болен отлично про сирендию хоть кто-нибудь скажет кто там вообще вкус были бездельники фират и притория и какая-то еще вроде гильдии незаметно кентая там были кентая точно коробка кентая морковка ванганул что притория всех убили и ушли поставили бездельника да нет нет мне кажется нет ну ладно тогда маран рассказывает как статоросов побеждал что все кофеан да ну как бы после так ладно ладно мы можем валенсию обсудить валенсия как там авто захватчик мы убивали работяг неравном бою смогли их одолеть а еще кто был третьим просто складывать затычку русский предстоял на меди и брат состоял на хорошо тогда крифе он ладно всем вечер добрый мне голос немножко севший поэтому извиняюсь заранее на прошлом подкасте договорились мы подраться с татуросами один на один предложили при цель на кольфе он это сделать согласился поставились на кольфе он попросил всех гильдий голов глав не мешать нам за что им спасибо большое что территория хоть была и спариваем и да многие хотят кольфе он подраться но никто не пришел не стал нам мешаться за что всем большое спасибо тяжелый файт был очень тяжелый а статоросы явно рассчитывали быстро закончить это дело мы поставились заранее перед замком прям перед замком на полянке я ожидал что статоросы решат флексануть и просто нас убить быстренько и поставиться к нам ближе поэтому старался выбрать такое место где мне будет удобно принимать с ними драки поставился перед подъемчиком перед замком они как и ожидалось поставить 250 метров от нас ниже на полянке около речки попросил попросил дать мне буквально минут 10 чтобы убить конкордию которая в замке потому что ребята там были застроены их там было пусть и немного но тем не менее действиях были неизвестны что они будут делать попросил статоросов симпла не мешать дать мне минут десять их убить они было благополучно разрешили да мне это сделать за что им тоже спасибо большое то есть мы быстренько убили конкордию две минуты буквально на регрупчик и дали отмашку началу первый файт под замком мы уверенно выиграли у статоросов прям под замком я все что мог верить все что можно мы дали на первый файт достаточно уверенно выиграли ну а дальше дальше начались очень-очень сильные качели потому что закрепиться подойти мы не могли все осаду киллкаунт был практически равны один к одному то есть рейды реально очень-очень равны по силам прям идентично мы вроде бы деремся там у меня остается человек 10 живых у них остается человек 10 живых то есть мы просто в ноле разбегаемся то есть у нас все файты просто в ноле размены там остаются какие-то там по 10 20 человек буквально у той и той стороны дезертиров доктор и убегать начинают разбегаются но файты размены просто в ноль то есть регрупп столкновение в ноль просто у нас ничего не осталось у них ничего не осталось но и в какой-то момент они используют начали интересную тактику начали делиться с нескольких сторон брать нас просто уступ где мы стояли и мы пару раз проиграли достаточно уверенным они смогли нажать на кипе то есть там причем хорошенько тогда где-то в районе 30 минут наверное да мы были вжаты в кип тяжеловато было выйти поставили фарпост прям выше нашу кипа сняли мы суммарно фарпостов 5 наверное статурусов я не знаю но много-много фарпостов статурусов мы стали очень много постоянно ставили в упор фарпосты тяжело было но и как я говорю рейды равны потом поэтому когда мы разрезаемся в полными группам выходим то есть вайпнуть нас полностью не могут либо мы размениваемся тоже в ноль короче либо я какими-то частями все-таки дохожу до фарпост так или иначе в общем все-таки в какой-то момент переломные нам удачно удалось отбить их и кресты уже позволяли переключиться в атаку и закрепиться у них на кипе суммарно осада длилась два часа и на моей памяти это было ну наверное лучшая сада за последние там полгода у меня извиняйте а тут сразу же пацаны из татарас вкидывают или с ней из татарас не знают да здрасте тут но вы просто понимаю так видимо он заинтересованы амаран я как помню уже договаривались что без наемников по-честному раз на раз за гаражами но прямо сейчас могут кинуть скрин с наемниками что у вас были наемники так так смотрите полно по наемникам то есть когда мы договаривались за гвг этот момент мы обсуждали отдельно симплом и по договоренности мы наемников разрешили единственным условием было чтобы эти наемники были не из гильдий которые ходят на субботы самостоятельно то есть не и ставь не из middle high вара гильдий то есть симпл сказал можете брать наемников если кто ребят насчет наемников кстати в статорусах было достаточно большое количество ст залито прям прям много прям рейдом до целом еще были ребята из других гильдий я видел тоже то есть насчет наемников они были хорошие с обоих сторон то есть не только у нас и мы оговаривали что наемники допускаются то есть небольшой оговорочкой поэтому тут ребят не надо кидаться меня с тоже были с наемниками это было говорено заранее тут все честно в общем как бы то ни было два часа потного файта потного файта прям размены в ноль в кровь просто в какой-то момент мы на характере перелых перехватили инициативу и смогли зажать статора скипи и то что они стоят к нам близко сыграла с ними но немножко обратную сторону шутку да то есть они хотели нас быстро додавить но в итоге когда мы перехватили инициативу и им это не помогло наоборот то что рядом стоят большое спасибо статорусом симплу очень 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 интересная сада реально интересная какие-то моменты я думал что мы не вывезем то есть откуда бы наемников брал кстати наемники у меня были 10 человек были мои то есть там у меня второй состав с лакеры мои человека 4 у меня было из зубастиков несколько человек было из котенек были ребята у меня из таких гильдий как рукожопы и были ребята из фанфактори из твоего второго состава тоже мне трое и все в принципе то есть никого из хайвара замковой гильдии у меня не было ребят я это все учел тут нечем не предъявить как по гармонии есть обратное докажите все еще ребята все все круто всем спасибо очень очень хороший файт очень тяжелый на ровненького тоненького все большое спасибо статорусом реально крутая драка спасибо большое если вы про кастайка который game over на тот момент он не был осен когда ступал моим в котеньках ребят сейчас вкусная сейчас котенка на еще в таких на сегодня то есть я я за каждого могу наемника пояснить ребят у меня ни одного наемника нету из хайвар гильдии замковых моим нет ну а большинство это вообще мой второй состав как бы там люди которые у меня второй состав у меня судя никуда не ставился палаткой они активно нам я сильных ребят перетянул к себе просто муки ясно понятно тогда давайте уже переходить к основному блюду комедии я начну поскольку упали мы первыми ставился десятым кипом ну понятно весь бой на мидии куча кипов непонятно какое-то количество затычек но видно что все собрались там вставали десятым кипом еле-еле там кое-как влезли хрен пойми куда застройка ужасное местоположение тоже и по итогу одиннадцатым кипом стали прям рядом с нами прицы прицы начали осаду на нас сразу же отбиться поначалу не получилось там ну те кто смотрел стриму и они видели в принципе я улетел под землю все здорово взошли неудачно в них но из-за местоположения кипа там скалы вокруг стоят с которых можно прям под кип заливать ну то есть ставились так чтобы хотя бы стенами обустроить это можно было хоть какое-то место все знают мидии прекрасная территория сносили нам в общем прицы пробили дыр сносили все что только можно внутри оставили процентов 20-40 потом подошли второй состав осов со вторым составом осов где-то минут то есть 18 не соврать на сприцы мутузили в одиночку потом подошли второй состав осов вторым составом осов где-то минут 10-15 мы их откинули даже удалось стены восстановить все застроить осы второй состав поставили флаг но в определенный момент я так понимаю начал проседать мейн осов который в свою очередь воевал с айдишками и прочими ребятами не проседал не проседал но как бы просто они не могли вообще никуда да в общем вторые осы ушли и один неудачный бой у нас прицами не как бы все мы уже упали потому что чиниться нормально не могли то есть там минут еще 10 дай бог мы подрались с ними один в один пустого как у было коса ушли и собственно и нас снесли что дальше происходило не знаю почему таки поставили туда хотя бы даже не на место того места там ужасные типа оставил так место прицов был занят к я туда тыкался не знаю кем ну-ка по ford занят написано просто вас было 10 типа в данный принцип 11 это место получается было свободу для прицов но когда они ставились очевидно да но вы поставили супер ужасная позиция но кипы переставлялись я знаю что ужасно но что сделать искали куда могли ткнуться каким по счету ставились до 10 вы последние получается а кипы после нас еще переставлялись то есть там становилось 9 их потом опять 11 потом 9 я не знаю как там шло это распределение кто куда переставлялся но вместо до ужасное было мы пытались хоть как-то влезть потому что план что все нормальные места там были заняты вообще под ноль прицитом двумя с них еще затычка стоял под замком они поставились мэйном все они в принципе могли выбирать куда воткнуться так ну окей кто следующий упал осы я так понимаю мэйн следующим пал нет упал я следующий вроде как наверное нет он мой нос упал а потом ты упал ну за мэйн я во втором ставил но началась осада прикольно нам сразу же как начинается осада в первую минуту нам кладут интерес чтобы это мог быть да вот кладет ст.с. мы там по приборам как-то первую минуту в чате там заходим туда заходим сюда мы потеряли где-то три минуты сумма найди надо было другую точку двигаться а вот мэйн пошел найди мы с ним вместе там айди 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 потом переключились куда-то побежали а вот и где-то минут через 15 на 20 более-менее в т.с. удалось собраться мэсовского пересели т.с. хорошо хоть ее не додосили вот первая часть осада была достаточно такая фановая веселая мы там то город добиваем то там что-то садишками где-то зацепимся потом мы зашли в замок в определенный момент сломали ворота первые прошли дальше за заняли крышу над вторым воротами начали там драться 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 вот в этот момент по моему гара упал если я не ошибаюсь после чего мы отошли в дэв именно второй состав мэйн чем-то у нас мы я по моему уже не помню по хронологии устал на этой осаде так что есть чтобы управлять имя кто здесь присутствует вот мы перешли в дэв а мэн прицпал он зашел на наш мэн и у них то началось а друзья из арченами из дича нет я путаю блять пацаны короче была осада и эти помню нихуя в общем мэн с прицами дрался мы с этими арченами и дишками вот этим всем дрались 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 отбивались потом упал мэйн а потом творилась полная хуйня вместо того чтобы атаковать вместе с нами пресс даже когда мы готовы были играть на них лишь бы убить пресс рейд арченами заходил к нам флаг в наши регруппы айдишки разворачивались заходили в наши регруппы короче при этом половина рейда такует пресс ну и короче такая хуйня продолжалась 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 первый умер второго миру и пресса всех по одному побивали вторая часть осад это просто блять говно из говна я не знаю с этими ребятами лучше с пресс один на один остаться блять не знаю с любым кланом остаться чем вот с этим союзом но я думаю они очень довольны результатом им очень понравилось они счастливы странно что не стали замок забирать понятно у меня только вопрос будет к ним что они делали из какой блять целью они кто кому весь этот союз блять в чем смысл когда типа не ушли от наших кипов пошли в пресс блять например и они атакуют мои регруппы сносит мои флаги под пресс вот блять как бы я не понимал логики до блять до последнего момента вот я здесь никого из них да нет одичала может и как и у вас там и виспер поиски как я упал я уже не сидел не слышал со своей же разборки разбирал свою как чуть-чуть ну короче блять как бы это лучшие пацаны в истории просто не здесь они здесь есть нет акцион не придется акцион где-то бухает там кто-то другой серос или как нам сердце ну короче это лютый блять пиздец происходил то что ребята делали я вообще не понимал никакой не логики их вы действий не находил у нее как бы здорово смысл но потом как бы кто-то начал умирать и всего и предсоставили айдишка в 10 процентов как я понял айдишки ушли какой смысл боссов был улетать замка не знаю молчит я просто считаю уже час одичал сносить первое второе ворота брата не сносили подожди давайте одичалом слова начали осаду замки от гарти вопрос вместо же было свободного берегу мы чекли когда стояли у тебя у кипа застраивался каком и на берегу коля но пониже где прицель там место было свободное 300 раз почекали и думали почему туда не стали одинский помогал постоянно то через каждом 10 там и 9 убирался периодически частенько уже 10 когда выстрел здесь осталось 11 мы долго искали затычек очень много три затычки был искал эти затычки то очень много вчера в пятницу выставился не только 5 1 . встала и сегодня утром встали уже две еще днем с утра не сам же не стали затычки страна что искать уже ну и потом смотришь кипы появляются бегают осы приторим с разведка и потом уже вазу секре уже пресекли шоу состроились на место конечно шикарного не знали почему и не хотели встать на берег берег мы чекали даже когда вы устраивались он был свободен скорее всего про когда проверял берег он близкого от мог ипподром это написал что может быть вы про разные места говорите он говорит про берег видимо медийский дискотеки дам медийские дикотеки я говорю правильный дискотеки какой еще берег есть не видит нет этому там где прицы прям стояли там есть еще одно место где вот знаешь такое справа от пустоши ой от да прям от пастбища каменной пустоши там еще дорога идет и такая как не знать подиум своеобразный деревянный вот там тоже skip ставится мы туда еще пытались как-то воткнуться но там прям совсем херово все застраивалась еще хуже но на медийской дискотеке я там вел кучу людей ковыряются в земле и оттуда даже тыкаться не пытался давай продолжает пирал начали мы с паучки все сближайших типов между арчение айди стояли как раз пресс затычка русские и мы об этом не знали и начали осады как раз и и потом пустышка оказалось первые пять минут лагов как обычно к пролагали сообщение сели на пустышку мы ушли на майносов внизу от паучки сели сайди на них побегали побегали то есть постоянно регруппы на паучки опять убегаем осов пока пресс русский упал подключились арчение чили с квашки к этому делу бегали до того и момента разведка сидела у нас на пальцах и на вагах и мы смотрели сколько процентов у каждого что происходит вообще на кипах увидели что потянулись туда осы к скорпиону потянулись начали помогать вагам все темы понимаем что они помогут час не упасть вагам дальше продавлен уже осов пояс информациями разогданной что скорпионы ушли из вагов и подключились на замок я не успел профукал первые ворота пока ушли на дэв упали ваги после пока там отстроились настроились и так далее айтишки были если не ошибаюсь очень также на осах а я был на мэр потом фашки ко мне на дэв тоже пришли замок ну там уж никого по сути не осталось после того прицессе или уже на осы мы на black escort нас ушли и следили до талого из моих стримов кто у меня стримил ребята там мы следили конкретно за осами чтобы их не продавили после как оставалось у них около 60 процентов мой рейт айтишки ушли на дэв осов и уже зашли в прец старались заходить под форт ос который стоял на 12 часов от осов и осы айтишки потом оттянулись на скорпионсы мы троем ходили на тупо на плитцов который с форпостом стоял форпост мы снесли но все равно отдали лосов прицам не успели им защитить ну и после уже кости ко мне пришли в замок но я сидел дефил уже к одежке и остальные выходили на прец на кип ну и все все сам с моей страны понятно тогда simple слушаем да здравствуйте добрый вечер поставились кваком впритык бахнули ваков потом осов потом бэкстабнули замок потом стало неинтересно потому что вторые осы и не захотели играть против нас конечно а можешь объяснишь мне про вторые осы не захотели играть против но я так понимаю что black scorpions и въезжали спину там кому-то ты понимаешь или ты утверждаешь я просто не совсем понял формулировку что значит них не совсем хотели black scorpions на момент там вот этого падения непонятного какого-то где-то там около что-то там сделали больно то ли айдишкам то ли еще кому-то то есть у вас какая-то драчка была и но только так я могу объяснить почему археними айдишки поехали вас убивать но это не так а почему они поехали вас убивать что блять они все осад этим занимать кроме некоторых каждый почти каждый заход доход особенно в первый заход на ваш кип когда мы помнишь когда кто там короче когда нет моего кип отлипли и мы пошли все вместе регубь на спец зоне возьмем кипа с айдишками пошли вас всех атаковать до вашего кипа не зашло не дошло порядка 25 black scorpions просто потому что по дороге в них сначала влетело несколько пачек айди потом рейд не рейд я не знаю сколько их там ходит на крышка это небольшая группа одичалах влезла и плюс такие рандомные ниндзя выскочит инвиза в регруппе на на горе перед вашим заходом еще даже последующей группы срежет кого-то ну и порядка 25 человек мы не досчитались только благодаря этим действием и так продолжалось порядка нескольких минут после чего как бы была дана команда блять ну делаем то дачу хотим мы потом правда попробовали еще пару заходов запрыгнуть к вам в кип но они очень пресекались вражескими визардами с айдизики которые решили развить и ниндзя тоже классные там есть ну я не знаю кто там с кем начал первый но это понимаю что кто-то с кем-то начал то есть вы как-то друг с другом не договорились и в итоге получилось то что получилось последняя часть осады она была ну такой непонятно количество людей которые играют как хотят в их гильдиях превышает нежели наши поэтому так и получилось ну или не слушают прямого рл если он конечно не говорил нас пиздить я бы все-таки послушал представителя какого-то от айди по этому поводу так что не хочется дадут боюсь что мы его не услышим к сожалению я бы тоже ну я попросил акцию на кого-нибудь пригласить его самого не будет к сожалению чтобы понимал символов во время первых атак вашего кипа слон арченами зашел в мой вот так для справки с пачкой зачем он это делать я тоже не очень ну во время не знаю там вот один и люди пишут шоуазе ну схватит врать я могу зайти ну так акцию мы есть есть представители айди у нас не знаю как нитрыщ например вроде серос или серос есть там ситуация была в том что когда упали ваки когда упали ваки все айди пошли на второй состав на блэк оскорпионсов а раз за разом шли к нам и вот это было очень странно то есть прессы даже съездили один раз мы приехали в паучку пазбище каменной пустоши чтобы задефить блэк скорпионсов то есть мы реально пришли за дефили блэк скорпионс там от всех рейдов а осы резнулись и все равно поехали к нам и вот это было очень странно странно было что пытались вас убить там в тот момент когда мы к вам пришли мы первый раз к вам пришли всех зачистили вокруг потом поехали после падения майонос нет мы еще раз говорю мы пришли к кипу майонос первый раз первый раз самый самый первый раз мы пришли кипу майонос подрались с вами вокруг кипа после этого поехали дефить блэк скорпионс потому что мне на тот момент казалось что падение блэк скорпионс будет быстрее чем мы продаем майонос поэтому нужно было задефить блэк скорпионс от айдишек отечал их археними в итоге мы приехали извини извини я понял тебя услышали тэш тут уже зашел серос у нас есть представитель айди давайте узнаем действительно информацию из первых рук серос серос за размьюйтесь у тебя микрофон пыщ пыщ серос настраивает пока видимо микрофон вот и мы пошли за деть зачистили вот это все дело а вы все равно сели на коней и приехали собственно к нам из-за этого она пришлось убить мэйн состафосов именно в так то есть если бы не было этих пришлось но убивал бы с нами все составы потом бы 2 на 1 дрался бы или что ну там просто это преподносишь красиво мне нравится как красиво хорошо короче азину слова он тебя дефол дефол а ты пришлось использовал именно в том случае что ты как бы не оставил нам выбора потому что все кипы на территории нас не атакуют а только один ты провел три атаки несмотря на то что мы к тебе вообще даже не не делали там никаких попыток там чистоко убить раз за разом приезжал к нам привет сэрс simple извини мы поняли твою цель ты дефол 2 стафосов азину с тебя 1 main состав осте раз за разом атаковал тебе пришлось их убить таких вот нехороших которые на тебя кидались именно именно отлично сэрс тебе слово я отвечу только на вопрос почему мы развернулись и на блок скорпиенсов хотя были живы пресс в тот момент когда еще были жили живы одичавые мы дкфа арченами лэк скорпиенс после падения осов мы развернули все пушки на прессов минимум 4 пушки из айди были убиты блок скорпиенсами как минимум 2 форпоста один форпост айди на пастбище каменной пустоши был убит блок скорпиенсами второй форпост арченами стоявший выше нас на 12 часов был убит блок скорпиенсами после того как мы не сказали перешли в атаку и начали подтекать кипу прцов блок скорпиенс убили дотекание а сначала арченами которые заболы с пастбище ну конечно без доболы ты же не только один нет про флаги ты про флаг ты не напиздил в начале как бы потому что приказ был отдан буквально за минуту до того как мы на упал и человек его просто захуярил я конечно поэтому тоже сказал но про то что вы по пути толкова арченами кого-то хуярили как бы классно мне нравится возможно после этого когда мы дали два суммона зашли в кипу пруцов и у них оставим им сняли 40 процентов отдав двух два суммона пошло дотекания и дкфа которые перехватили опять-таки блок скорпианцы после всего этого мы отошли от регруппы из регруппы из безопасной зоны в этот момент рейд блок скорпиенс не принимал активных боевых действий против пруцов они стояли на 6 часов на горах над кипом пруцов пока пруцы в них не влетели блок скорпиенсы никак не атаковали пруцов после этого мы попытались еще раз зайти вас вы опять начали говнить одиночные ваши таргеты начали влетать нам в спину мы приняли решение что если нам не дают убить пруцов всем скопом тогда мы пойдем убивать вас слушаю по вашим рассказам тут прям осы вообще самые демоны то есть у меня вопрос ты ебанешь себя круг а если я приведу примеры того на видео где ты врешь его ниша если я вру то я ебанусь себя круг чем не смогу раз подвольте позвольте вас подъебать ты нового чара с рано те купят какая разница не как-то не равномерно неплохая попытка гора но как бы я жду ответ на свой вопрос или ты просто зашел не не просто за шоу но я готов как бы парфор посты я не соврал и твой нет я тебе сразу скажу про парфор текания не было вы не это и преподносит нет блять мы вас начали хуярить эти грубли первый заход когда мы сразу вы развернулись мы в мерке с кем можно открыть стрим если у вас стрим у нас стримили в том-то идее поэтому я тебе предлагаю поэтому я тебе предлагаю у нас стремились на можно посмотреть расскажи нарежь клипы но я тебе предложил как бы для чего чтобы мне сидеть ебаться искать эти моменты мне нужно какая-то мотивация мотивация это твой круг с тебя вот такая мне мотивация ну или с меня есть ты очень сильно уверен во всех своих показаниях серас ты согласен на круг давай погнали изи блять найди полностью аргументацию вы слышали господа если азинус не прав азер себя пускает круг если не прав серас серас пускает себя круг и доводят спускание круг конечно но должно быть видео какой-то сераса ты доказательства своих слов тоже найди на видеозаписи чтобы было с двух сторон я эту осаду не стримил так как было слишком много участников и пояс просто в ноль у меня у меня есть кто не записал нет рыча который рейды вводил не рейды вводил а имеется в виду в рейде через сколько напомните тому палец я промотал видео эти мэйн примерно у вас не помните на какомин час с копейками смотри сейчас 30 уже нет тут уже после пятидесяти минут все на вопрос я ответил еще какие то вопросы есть если ты там найдешь свои мега пруфы блять кидая зачем я поправлю я просто на массады начну с того что как мы заходили в кипрец и посмотришь как твои мембры у нас заходят блять серо серо зачем ты согласился провокацию о чем именно спорят кого-то заходил я какой предмет спора стоим на канал на стопку порить в очень глупо при поставив аргументы то что мы не заходили что мы там сам сейчас начинаешь искривлять я не искривляйте вы убили фарпосты вы убили пушки вы убили пушки после этого ваши одиночки заходили когда мы пушили пруцов наш рейд конкретно не я понял сейчас если ты сейчас кинешь то что вы стояли на горе и героически залетали заебись классный пруф не сэра сказал следующее извините я тут абсолютно нейтрален сэра сказал следующее убили четыре пушки айдишек которые стреляли по прицам убили фарпост айдишек убили фарпост арченами отдельные мемберы постоянно нападали на то что стояли благо стояли на горе не сделал ни одного захода и не так они помогали мы так вот они отдали два суммы ты про это забыл уже нейтральными сначала я рассказывал про то как мы дали сомоны и после этого я сказал что вы стояли на горе все это время хотя у курсов не было у них было 60 процентов вы решили стоять на ты опять я был на горе твой круг он как-то тебе дороже ты пытаешься сейчас изменить это все я не пытаюсь я был на кипе претсов когда археними и айдишки давали сомоны по очереди там в range 4 минут все это было black scorpions к нам не приходит извини симпл то лицо заинтересованное тебе в мире в показаниях а black scorpions нету подожди а почему давай есть и хочешь что ты хейтинг в данном случае осов давай посмотрим видео независимое видео все объяснит и докажет 11 говорит что у него есть пруфы азия ты же говорил есть пруфа давай просто посмотрим пруфы и все просто я просто сказал что действительно там в тот момент когда все эти сомоны были я был с контакт сначала я был в замке потом одичалы упали я резнулся на кипе и собственно вот я сам все видел это было до сомонов мы вышли там были black scorpions на шести часах мы с ними там очень странно подрались их там было очень мало в итоге и вот с этого момента пошло с пошли сомоны сначала археними а потом айдишки вот в эти промежутки к нам black scorpions не приходили я не знал день то есть я просто убивал сомона нашел один из видео матая нашел момент 9 ну стрим блять там спрос круг сбежу или нет сбежу я раньше тошнятина сервис ты согласен с бежой азия говорит с бежой он очень уверен своих словах в руки пускай хотя бы чё-то найдет для начала нормально все-таки от ну надо договориться об условиях сбежу или нет ты просто скажи я не могу сбежой так на все гореть нахуй из-за четвертых азия гореть не будет он новый купит сделала какая разница с бежой ребят гулять так на все пока пока азинус ищет и они еще и матами тут очень гора и пожалуйста ситуацию почему вот на прошлом подкасте вы так вот прям прям рьяно прудцов агитировали на то чтобы собраться на нудовской осаде во вторник еще такую фразу сказал вы всегда находите файты почему во вторник амарант взял каю без боя ты взял без боя пещеру гоблинов осы сели на пустой кипф на середии в итоге только вы там были я тебе честно скажу я видел что там никого нету собственно кроме нас я не знал что вы там есть но явил что ос ушли а нету осов мне прицел собственно не с кем убивать мг там честно не ожидал видеть ну я думал честно осы ушли на соседний нот если ты помнишь я взял без боя как-то выражаешься но там помимо нас было четыре кипа да были то есть я уходил на четыре кипа но они оказались пустыми я думал что ос туда пошли но видя что ос ушли я тут тоже ушел не убивать прицов не с кем а прицель стояли извините я замечу прицель стояли 100 торс плюс прец то есть это даже не бой один на один вот вот именно мы только если ты хотя бы там остался мы вы подрались с то торс ну блин откуда мне было знать что вы там я видел только у осов который уже сервис сервис мы там тоже что ваше слово как-то но не очень тебя мы стояли мы стояли мы стояли тряпки испугались договорились увидели увидели там 20 20 увидели мы сняли крови не что-то 2 100 вопрос мы сняли серьезно мы стояли то блять лову но я там даже не стоял я амун даже стоял видел как мне снимается человек спросил говорили он амун стоит смотрит как у меня нет снимал стояли но я там честно и не стоял чтобы сниматься но я смотрел за территорией внимательно и видел как другие снимались просто образцы совмали с учетом где смысле чё там делать а чё там делать ты был одним из тех кто на подкасте грибу погнали тогда так как это видел то ты его общетово тоже там что-то не ощущал особо по красоте там сначала ставил самаран такую увидел что там пырцы а потом я снимался минут за пять до дедлайна то есть я уже понимал что там никого нету и поэтому съебался типа отчетом ловить вас топры стоит и я до конца стоял на повороте рядом с мостом где мост там вот эта фигня до конца до конца стоял ждал что кто-то еще заедет да я смотрел на изменение кипов и смотрел за территории один человек у меня стоял там все нигде не стоял за пять минут до дедлайна я стоял постоянно ставил кип рядом со мной стоял человек один из осов один из тоторосов смотрели за мной внимательно наблюдали у меня соответственно люди ставились на боленосе на то на соседнем ноде тыкались и я то есть мы ставили снимали ставили снимали но отменяли ждали к кто-нибудь войдет до конца что-то получается аишки пизды получили получается там вообще одни айдишки были красиво я сочувствую тогда это некрасиво в смысле красиво мы в отличие от вас пришли в смысле я тоже переставил 30 минут мы дефались да красавцы атаковали нас в полную силу но 30 минут мы поддефались сняли один из их кипов который был затычкой зашли еще один раз на стоторосов все красавцы мы какой-то контент хотя бы получили до базара базар от любых так потому что потому что лучше драться и проиграть чем не драться вообще вот сколько я сгар и попадаюсь это обычное дело с первым составом или статоросами всегда в обнимку с какими-то один два в одного или там два на два на узлах это всегда за радость всегда всегда там на статорос я заводят по фигу идем прям и такие потные горы это конечно не рейд ну вот как пример это еще я вот кидаю чатику я вас судить не буду господа все я уважаемый чатик вас рассудит 724 зрителя чатика если надо перешифтуете сами скинь ссылочку просто в чат да феджи скинь это подписчик тебя точно не забанит кстати подписку не забудь продлить давай не отмазывать так первый пруф внезапно подъехали от айди уважаемые чатик ознакомьтесь пожалуйста с пруфами феджи скинул ссылочку еще раз подождите таком видео феджи не смотрите другая ссылка вот вторая ссылка это правильная ссылка от феджи это не рейд осов конечно у black scorpions но это еще до самона мы пытаемся как бы там одичалые падают мы рвем живы пытаемся сделать дырки зайти вовнутрь а бойцы приходят и бьют в спину убирают всех коней и как бы были таковы ссылочка в чате ребят можете ознакомиться я пока настраиваем машинатор 3000 на стриме там рейд айдишек ломает рейд бэк скорпенс тоже ломает дырку чем у вас там спорта возник что айдишки в прицах не заходить что с и не заходили в айдиш азинус с бежой или нет я так не понимаю азинус с бежой но подождите азинус с кал найдет пруфы вы не душите на каждой саде какие-то одиночки влетают зашли убили всех коней типа здорово такое может быть такая об этом спорта и было не пацанов пацаны говорили что такого не может быть странно на самом деле я уверен на самом деле что я лишки убивали black scorpions и black scorpions убивали айдишек то есть все я в этом мне кажется уверены но почему-то эти люди пытаются нам доказать что такого не было то что мы убивали блэсов с этим согласен просто рано рано ребят пишите рано подождите пруфов азинуса рано пишите серос кинул свой пруф сейчас мы ждем пруфа от азинуса в как вы уже решение принимаете если вы не видели пруфа от азинуса вы все просто понимает что азинус как бы любит вкидывать тут сижу он мотает тихо манге мотаю можете поговорить там пока азия я со своей стороны выражаю недовольство я тебя очень давно не видел на подкастах и тут вдруг приходишь замолкаешь и просто мотаешь ну блять видишь я пока молчу уж там решили что я не прав и так далее пусть ребят поиграет так блять заебался выписывать тайминг еще ты соскучился шульпа ленус simple не нас не хоть поговорить можно ты я помню последний ваш разговор такое сейчас нельзя на отвече ни в коем случае я не знаю даже какие-то грязные инсинуации да ладно никогда не позволял себе ничего под я не про тебя за пруф заходит то что где мы стоим рейдом 50 метров от кипа предс не на горе вот и про гор просто наговорил и твои заходят и в некоторых кто на лошадях стоит ультят и так далее то что мы говорили о том что ты убивал мои пушки вайпал рейды арченами вайпал рейд и дкфа и одиночки на данном клипе который кидал вайпует наших коней просто потому что и даже ситуацию конкретно обосновал к чему эти пруфы давать это пруфы к тому что ты говорил что мы не атаковали кипрят стояли на горе пруфы к тому что якобы мы виноваты что обижали по пути блять бедных как их блять называют арченами блять твои арченами в мой флаг блять заходили в мой рейд в регрупп в спину блять и у меня есть блять вот здесь вот тайминг где а мы стоим еще только помнишь момент когда мы стояли вы стояли в пизоне возле нашего кипа когда только мы разошлись разные стороны помнишь этот момент ты регруппал рейд в этот момент вот я заходил или арченами нет ты не заходил мы стоим на регруппе собралось 20 человек и начинает заходить единочные ниндзя арченами хуин и ультить блять страйкеры заходят хотя мы стоим на регруппе на пресс блять уже и там дальше понеслось подожди тут много я сейчас подожди гара смотри там у даже на пруфе у этого у сероса в начале клипа видно что блок этих айдишки убивают 4 скорпиус вы посмотрите в начале клипа по чатику сидим там видно что короче вы с первой диски было четверых а потом начинает уже блок скорпиус айдишки вас убили 4 бс на клипе посмотрите да прикол ну сейчас азину скинет пруфы и мы запустим великий машнатор и вы замашнить кого считаете правым кого виноватым как обычно а там уже ребята там друг друга хуярили просто ну так кто-то кого-то блин знаешь всегда мы друг другу хераченко два рейда проходит мимо без арбаллов не обходится но не поставить ульту то в проходящий рейд в определенный момент тут понимаешь чем прикол зачем они вообще зацепились в определенный момент это все должно было все-таки повернуться на прец почему сервис говорит почему в определенный момент это на прец не повернулся да слушай да слушай маран сервис говорит что осы black scorpions они действовали вообще нелогично они уничтожали пушки которые атакуют прец они сносили фарпосты которые стоят на прец они убивали отдельных игроков но игроков и нет не игроков он сказал рейды до сервис ты же сказал рейды рейды арченами айди кфа то есть фактически своими действиями мешая уничтожить прец при этом азенус обвиняет том что айдишки помешали уничтожить прец вот в чем понял суть конфликта то есть это не отдельный чувак там влетевший в рейд а вот целенаправленные действия по сути уничтожение пушку уничтожение фарпостов уничтожение отдельных рейдов ну а как ты пруфовать кого как он блин можно единственный пруф это все скиллогом кто там убивал и просто в этот момент отсечка когда лос-мейн упал и начать считать кто там больше на убивал из black scorpions там арченами дкфа нас и вот смотрите если там будет прям большой разрыв по сравнению с тем что вайпают арченами и и дд и дкфа в black scorpions убивая их ну как бы вот только так если пруфануть но это не отдельный кусок видео сидеть и считать надо по киллогу часа скинет и тогда посмотрите арченина только настолько сильные что заходили единичками в рейд black scorpions и убивали народ интерес их немного убивала скорее они чаще умирали когда заходили но они заебали наху ну кого-то кого одного в пятером цепляли иногда ну разлетелись когда заходили убивали а можете пригласить арченами на подкаст кстати действительно ваших друзей коллег да конечно не будут говорить что их ну да не лица заинтересованные тут нельзя и вот нас убивали короче да но тут все просто смотрите ребят как профануть или не профануть сервис говорит они убивали нам пушки которые стреляют по прицам убивали фар посты которые стояли на прицов убивали рейды арченами и иди кфа которые шли атаковать прицов азин говорит нет ты пиздобол а с фар постом было танку чувак не успел но в целом наши действия ну не были подобного план то есть мы не стремились прицов спасти от вас я правильно тебя понял азинус да я блять тут у меня стрим вот на подождение слышь окей то есть тут принципе можем профануть не но если есть какой-то запись от арченами с их стороны да где они там идут три группы мухих там залетает в с и кто-то с от арченами и будет запись какие-то да то там тут надо я торченами до записка есть идут идут такие ля 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 в них то боится въезжают гара я тебе в личку написал о торченами их рейд лидера если ты знаешь как добавить но мне к сожалению это с трудом ты можешь это ссылочку сделать давай я сейчас кинем приглашение вот такое смотри 5 5 или 6 первых таймингов скину на видео ты просто откроешь там секунд по 20 посмотришь ну так же в чат сейчас поскидывают и ребята посмотрят или куда вообще в общей в клконфу феджи скопируешь пожалуйста как тайдишек копировал сейчас азинус клконфу кинет линки скопируй пожалуйста клуб чат а мы дадим ссылку на видео скинул и тайминги бак загнул коров его я еще там дальше не смотрел подожди там самый последний мне больше нравится мы таки стоим регруппами сидел бля и ярче или просто ордой до флаг хуярит да да феджи скинь пожалуйста чат с таймингами которые указал мне отойти надо срочно какой-то молодец ссылочка есть и скинул вот на на дискорде здесь пишем клан ник вверх нажмем и обсуждение дискорде выбери нет новых сообщений господи эти только что давай в клконфу и кину как все сложно как же все сложно сейчас секунду так азинус накидал пруфов вот клконфу ссылка ребят ловите пока ссылку на клип азинус на видео азинуса секунду ссылочка на видео азинус и идут тайминги пожалуйста ознакомьтесь с таймингами которые азинус приводит вот они час 18 51 час 20 23 час 25 52 час 25 15 и так далее посмотрите видео азинус пожалуйста его пруф с пруфами сэроса вы ознакомились с его ссылкой посмотрите теперь пруф и азинус так как только он зайдет дискорд сообщи пожалуйста там надо его оправдать будет вот эмиль да это он так сейчас надо им пристроить роль он рейд лидер у нас пусть подпишет себе что над арченами пожалуйста 18 это уже когда менеджер грохнулся да это там начинает самый первый нами группы самый первый тайминг я скинул где мы начинаем регрупции помнишь вы в мерке стояли а мы чуть дальше стояли потом мы начали выдвигаться и у нас эти дурачки блять на уликах начали заскать я собирал рейд на пазбище и потом перешел к дороге ближе к прицам я так же сделал ну мои это могли убивать мы с моих там это это нормально все они приезжал я мог задеть кого-то еще раз скину на рамку азинуса с его таймингами пруф посмотрите дискорд вернул арченами права роль выдал пусть перезайдет мне должно быть все нормально но мы я так понимаю некоторые уже успели посмотреть смотрели на стриме предыдущие профи или как чат или так же скин также чат в этот прицов они проголосуют против меня не не думаю но как бы я постарался максимально что успел за эти 15 минут так ну что я смотрю дальше сейчас я еще потом скинут как даже подказать еще на уважаемый чатик запускаем наш обычный машинатор голосуйте кто вы считаете прав именно прав кто как по вашему мнению говорит правду и кто не виноват кто останется своим шмотом запустил я слышно да слышно добрый вечер я насколько понимаю там непонятно с тем кто кого начал атаковать и так далее на после как main упал можно у тебя вопрос задать такой а за эти тайминги которые те тайминг скинул и то время как через сколько ты запустил голосование их невозможно было просмотреть как ты это сделал можно такой вопрос задать ну просто как бы даже если не по 20 некоторые по 15 некоторые по 30 секунд и как бы там все действие происходит это было невозможно даже если просто подряд их запустить хорошо извини я стоп на голосование тогда давайте ребят все-таки еще раз еще раз я скидываю пруфы меня азинуса а подожди голосование типа кто кого чатик считает правом да просто еще раз я скидываю ребят пруфы азинуса что он скажет они чатик сэрос посмотри также пожалуйста видео пожалуйста все я тебе сейчас еще накидаю ребят я еще раз скидываю тайминги которые азинус указывал посмотрите их пожалуйста через пять сколько пять десять минут там необходимо на это мы проголосам проголосуем вновь на стриме ребята мне это не очень удобно делать включать все и я не включал сероса пруфы будет нелогично включать пруфт азинуса сероса не включать тогда так все вернул дискорд вам арченами что ты хотел нам рассказать давай пока что по порядку после того как упали первые осы было очевидно что нужно всем атаковать лицов включая black scorpions разумеется у нас были сомнения что black scorpions будут с вами сотрудничать так скажем на месте регруппа так совпало что у black scorpions и у нас регрупп был в одном и том же месте мы стояли рядом рейд к рейд буквально секунд наверное 20 после того как black scorpions просто следили с коней и вайпнули большую часть мы рисовали снова уже в городе начали протекать до плитцов black scorpions и были тоже там они находились возле чистокола плитцов они даже было видно что дерутся дерутся с пиццами да все таки можно применить это выражение но очень так вяленко близко к чистоколу не подходили чистоколу не дамажили ворота не дамажили скорее больше занимали место возле чистокола плитцов когда мы уже регруппнулись в городе пошли снова к плитцам black scorpions и просто я сейчас говорю не о действиях каких-то единичек какой-то страйкер а за задавая на бьютью кант а именно действиях рейдов когда мы подходили к типу притцов black scorpions и просто всем рейдом именно подчеркиваю рейдом убивают нас ну и одиночки бегающие просто вырезающие там спине и так далее это само собой затем когда были пушки айдишек в частности black scorpions то есть я так подозреваю что р.л. отправил людей убивать пушки то есть задача убивать пушки я думаю что это просто так не делается и это все продолжалось достаточно долго затем я просто закончу затем когда все-таки упали айди кафа когда пред судили к к нам на форт к нам корчам пришли black scorpions не к прицам а пришли black scorpions затем после них пришли в пресс убили black scorpions возле нашего киепа зачистили то есть получается что до при нас в какой-то мере и буквально минут через минуты через три-четыре просто пресса начали уже атаковать на сначала просто стали возле чистокола не понимать видимо думать что делать и затем просто бери нас так хорошо тут уважаемый чатик уважаемого чатика претензии были к сервису на пруфах сервиса четверо 4 кила делают айдишки в осах в самом начале азинус к тебе претензии вот пишут на час 19 уже четыре человека написали час 19 ты даешь команду убивайте всех ты не думай некоторые люди которым действительно ну они не заинтересованы да они не айдишки не осы не прецы они смотрят и в час 19 ты даешь команду убивать всех естественно потому что этому способствует то что туда невозможно подойти спокойно если ты часть пруф моих откроешь там видно где мы стоим в 50 метрах хотя кто-то говорит что мы туда не подходим к этому кипу мы стоим в 50 метрах от этого ебаного кипа в нас заходит блять визард и еще пару его друзей блять разворачиваться у рейда я уж не видел там дальше врать я не буду говорить то что конкретно я видел со своей стороны и у меня текут пацаны на лошадях которые которые ну вы жалуете что никто не ломал лошадьми вы блять этих лошадей вместе с людьми блять разальтовка убивали мы не так часто их брали конечно собой но в тот а после чего мы не досчитавшись сколько-то бойцов поднимаемся там пацаны есть камушек с которым можно запрыгнуть кип и запрыгиваем всем рейдом в кип когда он на шлях регруппу лес около горы и у вас плетел кто-то стоит рейд black scorpions возле кипа пресс мы пытаемся можно прокомментировать твой пру какаешь комментирую только не все вместе да я один прокомментирую пожалуйста вот если обращать внимание на киллок то вот начиная от первого тайминга и до где-то там тридцать пятый сороковые минуты после того как были даны суммоны они все там практически провалились и на соответственно после этого атаки были завершены да если обращать внимание на киллкаун там очень много ос убивает арченами айды дэкэдэ а прочь если если смотреть именно под тем действием которые ты описываешь да в тебя влетали одиночки арченами за что они к сожалению расплатились тем вот что появилось и в киллоге потом они были умерщвилины рейд эдэ дэкудэ в тебя рейдом не заходил не убивал наши пушки нету так по разу ты даешь команду убивать всех это до суммонов ну потому что блять так невозможно дайте мы подходим блять и вы атакуете нас атакуете сейчас говоришь о том что не подожди спорты я даю команду о том что вы можете атаковать всех ради того чтобы мой рейд подошел да и убиваю от кип к прец блять я прицов убивая убивая попутно блять теряя людей на вас и мне приходится блять киллог потому что ваши люди сами идут мы мы хоть раз к рейдам к вам вплотную подошлись как не азина стоял потому что вы блять ваши пачки блять там тоже очень много интересных арченами не вмешивайся айзи тут один вас а посмотри реально стрим нитрича блять наш параллельно много чего интересного черпнешь ребят времени достаточно было для просмотров уходите я запускать я теряю людей на подходе блять и мы вот большинство вот из этих киллов особенно арченами блять они как умалишенные я никого не хочу обидеть там еще они просто блять кидают дались на нас видят фраг блять нападаю на неважно он иногда даже один в тридцать для зачем-то нападает ему надо дать умалишенные те пацаны которые стоят рейдом и когда мимо них проходит рейд арченами какой-нибудь условный фудико влетает туда и дает ульту хотя рейд арченами проходит мимо пытается добраться до чистокола чтобы помочь нам как бы обещал и падают нужно без пресс а внутри black скорпинсов стоит 20 метров и просто стоит непонятно почему не дает я тебе не справедливо ребят вы азию сейчас душите просто толпой сервис ему задал вопрос он отвечает а потом ты тут же комментируешь ответ отвечать и после того как он начал ну и так будь его вопросами закидывать втроем сейчас все герал подключится и будет вообще здорово но дело в том что мы пытались подойти к его прицеп чтобы начать там ажи чистокол потому что основной части хрида дома не было мы пытались работать на скорость и когда запутался на какой вопрос блять отвечать и на какое как бы претензию именно из ваших вопросов я не знаю вопросов к тебе по моему вообще не было если только у эмиля я тебе не вопрос задавал я терпеть и рот смотри а с чего это все началось там по моему самый первый тайминг я скинул а там начинается с того что о чем я тебе говорил а как это все началось вот арченами которых бедных блять обижали осы отказаться они их убивали начинается того что стоят люди некоторые на лошадях они стоят кучкой и мимо там дальше чуть для тому видно на группу из айди да чуть дальше от это когда мы смесь зоны вышли ближе к кипу прец и туда залетают пацаны с ультами разу арченами это с этого все и началось потом продолжить я не исключаю того фактора что у меня тоже есть люди которые могут залетать и так далее но большинство из них их становилось больше по ходу осады и команда я разрешаю пиздить уже всех было дано после того когда блять этому терпению просто блять просто настал конец и то несмотря на это мы продолжали если ты посмотришь те же видео которые говорили что осы блять все время стояли на горе я тебе скинул тайминги а так где мы постоянно идем и атакуем несмотря ни на что даже когда блять мы разрезаемся на флаги блять заходят эти чипы которые блять бедные никого не обижают это осы убивает блять они блять заходят делают минусы пытаются еще заходит еще заходит еще заходит я говорю блять вот этого дурачка убить вот этого дурачка вот этого того 5 потом уже заебался мы просто боком отошли от флага и по я повел тот часть рейда который остался на опять в атаку где мы залазим на камень либо такую помогаем вам возле кипа где вы горит не помогаем и так далее это видимо забыл упомянуть что флаг арченами сломали то же самое арченами я братан я не спорил про то что моим миссия заказали мы в начале убили флаги и даже есть это на стриме где я там разъебываю этого человека говорю что эта команда была до падения мэйна он говорит блять ну ту 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 блять я не спорю о том что вот в том конкретно я даже начали сервису сказал что про флаги я не спорю про флаги и не спорю что вначале не нужно было их убивать то что они достаточно близко стали к предсам а он взял накосячил и добил так я не спорю мужики хватит сраться даже по голосованию у вас разница буквально в 12 голосов то есть вот даже по голосованию видно что в целом люди тоже не понимают кто из вас прав кто не прав паритет полный понимаете кто сейчас отвечает не запутал говорил блять уже жесткий hometown измерений короче серас меня интересует первое по поводу заходов посмотри пожалуйста что ролики есть ты были видишь как мы заходим замывали его куем мы с не для интереса. Один раз ты зашел с камнями, после этого ты пошел стоять на камнях. Господи, блять. Ты точно все тайминги смотришь? Ребят, голосование было не за то, кто даст круг. Голосование было просто о том, кого вы считаете правым в этой истории. Круг они дадут только в той ситуации, если смогут друг другу. Город, я не еле слышу. Но меня слышат хорошо на стриме. Круг они дадут лишь в том случае, если убедят друг друга. Ваши голоса тут, к сожалению, ничего не влияют. Вы просто показали, так скажем, что чатик, как чатик смотрит на эту ситуацию. Извините, продолжайте. Про заходы. То есть тайминги тебе, ну, это не считается заходом с пресс. Что мы деремся в метре от стены, запрыгиваем в кип, еще раз деремся у кипа с пресс. Это не считается заход. Правильно я понимаю? Ну, просто мне понять, что считается, а что не считается. Может, я как-то неправильно делаю. Я видел с вашей стороны заходы. Мы стояли рядом, ждали. Мы пытались найти рядом место, чтобы тоже помогать и так далее. Но дело в том, что у вас количественно было больше, и у вас больше было людей, которые просто мешали нам, не давали доходить. Мы хотели занять местечко рядом с вами и тоже помогать. Тоже работать. Через несколько заходов, знаешь, как было? Через несколько заходов. Заходов два-три захода вы максимум сделали. Ну, я не сомневаюсь, что ваши заходы были гораздо эффективнее. Я не сомневаюсь. Вообще никак не сомневаюсь. Объективно это было так. Ваши заходы, вас было много. Вы сделали два-три захода, но большую часть времени вы просто стояли на камушке. И, видимо, просто ребятам было скучно. Я так предполагаю, что они решали просто по одиночке залетать в арчи и все. Я, опять же, не спорю, что, скорее всего, твоей команды на это не было. Но вот этих самых одиночек, которые, благодаря Гиру, могут себе позволить это сделать, у вас было достаточно много. А вот тут вопрос такой из чата. Да боже, спросите у Арченов, почему Девиант пушкой работал по кипе БСов? Блэк Селсов? Блэк Скорпианцев. И зачем Слон зашел в мой кип, когда мы атаковали спустя три минуты или четыре, я не помню. Может быть, ошибаюсь в таймингах. Ну, в общем, наши первые атаки до середины точно зашел в кип этого. Зачем Слон обнашки? У нас пригодите, у нас количество Арченов превышает допустимые лимиты. Арченов много больше. Давайте! Станьте кучнее, у меня мало патронов. Девиант, я так понимаю, ты можешь присоединиться, старый. Если не сможешь себя сдерживать, лучше отключись, потому что, чтобы вы Азию тут и так толпой не кучили. Он сможет тебе буквально на один вопрос ответить по поводу пушки, которой я работал по БСМ. По БСМ я начал работать ровно в тот момент, когда у меня уже упала как минимум первая линия чистоколов. То есть, когда вокруг нас затусили БСМ, Так я в самом конце только и начал работать. У меня уже откровенно не было ни времени. Ты не мне отвечай. Нет, я к чатику в смысле отвечаю. Работать пушкой я начал строго в самом конце. Мужики, много разговоров. Меня и всех ребят в чате интересует вопрос. Кто растачивает с тобой? Два круга. Так вообще-то уже решили, Симпл. Да, я пропустил ответственность. А и кто? Симпл. Это неинтересно. Он и без круга будет рейд. Ты ему пофигу. Давай, Гор, ты пробахаешься. Пфа, мне это еще бахать. Ой, не заточенная шая. Какой ужас. Смотри, сколько онлайн. Видишь, типа, обняли. Продолжи хайпить. Я просто задам такие наводящие вопросы. Я правильно понял, Арченами считает, что они все делали правильно. Айди тоже все делали правильно. И кроме одиночных, где-то там кто-то влетел. Я правильно вас понял? Я тебе больше скажу. Даже в этих раздадах было несколько фрагов одичалых, когда убили... Нет, точнее, айдишки убивали нас. По-моему, наши кто-то убивал айдишек. То есть такие моменты, это рабочие моменты. Понятно. Иногда... Видишь, даже айдишки, блядь, не выдерживали убивали. Бывает такое, что увидел, влетел, каждого ведь не проконтролировал. Но именно в масштабах... Не в регрупп же. Но именно в масштабах рейда, и именно не в регрупп, согласен, когда после того, как упал ваш мейн, мы стояли рядом с БСами. Прям вот у нас... И после этого в регрупп двои пацаны зашли. Это самый первый тайминг. Братишка, посмотри. После этого умер мой рейд, потому что влетели БС. И мне снова пришлось вставать в городе и дотекать до прицелков. А что этому предвещало? Предвещало то, что вы слезли с коней и убили нас. А почему мы слезли с коней? А это вот уже ты спрашиваешь. А это есть на видео, потому что пацаны заходят по одному и ультуют в наших коней. Мы очень любим коней. И мы решили их защищать. По-другому не получалось. Извини. То есть ты подтверждаешь, что ты провоцировался на движение одного-двух человек? Те, которые... Вот один-два человека... Нет, они просто лезли, блядь. По одному, по два. По одному, по два. Они лезут, лезут. Большинство фрагов вот это в начале осады, если ты даже включишь стрим, посмотришь. Они сами, блядь, лезут туда. Понимаешь? Зачем-то, блядь? Лезут сами. Наш рейд в вас не влетал, а влетел именно в ваш рейд. Сколько ваш рейд насчитывает? Подскажи мне, пожалуйста. Я просто не видел сегодня. Я не подъебывал. Я не подъебываю сразу говорю. Около пяти десятков. Блядь, я ни разу не видел пяти десятков. Просто я тебе скажу, что я видел. Я не утверждаю, сколько вас что там, как бы не имею такую привычку. Просто я видел группы пять, семь, десять, иногда пятнадцать человек. Да, потому что мы торопились на плитцов. Время очень... А ты мне говоришь, что вы рейдами заходили. Как ты тогда можешь заходить в меня рейдами, если ты сам говоришь сейчас, что вы не делали full regroup, а заходили небольшими группами. Мы не заходили большими группами. А как тогда? Ты меня запутать пытаешься? Так ты сам сказал, мы торопились. Я говорю, подожди. Я говорю, что у тебя были пять, семь, там, десять. Я видел только такие группы, не видел full reid. Извиняюсь. Ты говоришь, мы торопились, поэтому уж так шли. Или как-то. Ну, очень похоже, ты сказал. Вот я тебе задал наводящий вопрос. То есть у вас не было full regroup, я не мог с ним соприкоснуться. Мы пытались regroup-нуться на том самом месте, рядом с вами. Вы не дали нам regroup-нуться, потому что убили ту часть из нас, которая была там. Человек около, наверное, двадцати. После этого я живым отдал команду дотечь на кип прецов, поставить рядышком, и мертвых просто. Мертвые должны были дотечь, мы должны были regroup-нуться уже непосредственно под кипом прецов, потому что времени было мало. Я не помню ни одного момента, где мы одновременно 20 человек хотя бы в течение 30 секунд убивали у вас. Мы не встречали таких групп. Ну, не знаю, может быть, я не утверждаю, что ты как бы врешь или не врешь, просто я не помню такому. Если ты мне скинешь какой-нибудь... У нас есть стрим, ты можешь его посмотреть, может быть, у вас есть свое видео, еще что посмотреть, скинешь. Но я честно такого не помню. А утверждать как бы без того, чего я не видел... Но я тебе могу точно сказать, что я такого не видел ни разу. В чате так точно. Когда мы уже regroup-нулись, Азин, когда мы уже regroup-нулись и подошли к кипу прецов, мы увидели там вас. Ну, двадцаха в чате, нихуя себе. Двадцаха в чате подряд, я бы заметил. Вы решили, что вы тоже атакуете прец, и, разумеется, мы обрадовались. Мы пытались пройти мимо вас, чтобы занять свою позицию, грубо говоря, и начать... В этот момент, когда вы проходили мимо нас, ты уверен, что твои люди нас никто не атаковал из них, не выпрыгивали из твоих людей? Нет, по поводу... Никто не уверен. Максимум два, может быть, один человек какой-нибудь мог это сделать. Теоретически, опять же, я этого не видел, но теоретически... А если ты... Команда по рейду была, мы проходили мимо. Нет, пяти не может быть. Разве что только в ответ, если ваши начали кастовать, потому что у меня была строгая команда... Вы святые, пацаны, я понял. Я вот однажды я уверил в Симпла, вот теперь я почти уверовал в вас. Ну, Вера делала такое, хочешь верь, хочешь не... Но когда мы проходили мимо вашего рейда, много, много ваших людей атаковались. И я сейчас не лукавлю, не пытаюсь кому-то что-то доказать и так далее. Чатик, тоже бахнет круг, попробуйте угадать. Один, два, три или четыре. Все люди видят, все прекрасно понимают. И я не понимаю... У нас не несколько десятков, у нас было 84 или 86 человек. И эти люди... Просто не все доходили. Все из них, кто влетал и так далее, все они прекрасно сейчас все видят, все слышат в подкасте. У меня тоже, разумеется, были какие-то количества людей, но если у нас это исчислялось, там, два человека, три человека, то у вас этим занималось очень много. И из-за того, что мы не можем ответить, потому что мы очень торопимся, мы пытаемся пробежать мимо вас, просто на шифтах. И когда даже 3, 4, 5 ваших человек влетают, то они могут убить человек 20 просто на эльзе. Гар, а ты охуел лидировать? Ну-ка, пацаны, единичку там нажали, а то открыл стрим. Голосовань уже. Единичка, пацаны, или смерть? Я их прошу угадать, кто бахнет круг. Не угадывают, нифига не бахнет, я круг, сволочи такие. А, жаль, а, жаль. А ты суммон давал под перцов вообще? Братан, ну у нас Кэл уехал по вынужденным семейным обстоятельствам сегодня. Мы были без суммона, без всего. Я просто, у нас не был так, возможно, страшно, что вы не заметили ни разу, что человек с рамкой нет нигде. Да и в этом... Да, я обращу на это. Кипиш замечать интересно. Ладно, ваш срач очень интересен мне, ну, я, наверное, пойду отдыхать. На каждой сайте, какой бывает, обсуждать меня уже не имеет смысла. Азинь, а можно я еще поинтересую? Да, братан, тебе можно все, что угодно. Я тебе разрешаю. Просто все, что хочешь, на Агару, на Ари. Что я могу уже? Давайте уже вопросы... Извините, но уже эта тема надоела, простите. Я вас прервую, значит, не остановится никогда. Давайте вопросы из чата, пока народ веселится, голосует. Давайте, ребят, вопросы из чатика, и мы будем потихонечку сворачиваться, но очень долго мы эту же тему обсасываем и обсуждаем. Надо меру знать. Когда будут круг бахать? Да никто не будет бахать круг, успокойтесь. Сколько нужно варить макарон аль денте? Кто-нибудь знает? 34 минут. В холодной воде, братан. Гар, такие вопросы, они получаются пустословы. Я про раневолос уже вижу. Не, не кикнуй, я люблю слишком. С горяча сказал. Когда и где я могу посмотреть, как Азинус кидает круг? Ой, я же говорю, Аня. Ребят, успокойтесь. У меня есть очень пошлая шутка в сторону кидает, как бы, адресату. Но я воздержусь. Сколько вас было, и что их так плохо держать против предсов? Прежде всего сыграло место, но у нас было действительно немного, 86 человек сегодня. Но прежде всего сыграло местоположение. Гар, спроси, не стрёмно было грызться из-за предсов? Не из-за предсов грызлись. Почему они изначально все не били предсов? Потому что у Айди был план, я так понимаю, на осаду. Серос. У вас был план? Ну, на территории присутствуют три очень сильных замковых мейна. Прямо вот первая тройка топов. Зачем нам мешать, если они друг друга убивают? Пускай убивают. У меня, кстати, вопрос будет. А вы не рассматривали такую стратегию, чтобы сначала, ну, учитывая, что уже по итогу у нас получилось, серв, к тебе, наверное, вопрос больше, что, наверное, там заглавного был, я так предполагаю, убить предс, а потом с вакхами нас пиздить. Как бы, и как-то от этого разыграли. Не думали об этом вообще? Вы слишком близко к нам стояли. Вы два состава, вы слишком сильные. Так у тебя ваги, епта. Если ваги на кого-то из моих составов зайдут, думаешь, они куда-то денутся? От тебя до вагов метров 700-800. Так вагам достаточно в ОС-2 зайти, а вы также втроём сядете на мейн и постараться, вон, когда-то акцион так разыграл, что тайминги, хуяйминги, сумоны и бах, и всё, нет, а потом вы втроём остаетесь против одного гада. Угу. А парцы в этот момент? Бля, пацан, я сейчас видос увидел, где черепаха голубя съела. Ты странные видео смотришь. Я тут ленту листаю, тут охренел вообще. Какие-нибудь, хватит его, короче, утащил. Фед же не ты, бля, братишка. Фед же убежал уже. Так, хорошо. Есть вопросы из чатика ещё? Бля, я переживаю за Петю. Почему не было один на один спритцами? Потому что я ещё и на подкасте им отказался. Мы не были готовы на этой осаде вообще с кем-либо один на один, пожалуй, оставаться. Да, сейчас мы с Петтами, это один на один, но. Угу. Почему все изначально должны бить Петцов? Это традиция. Ну, если ты их не убьёшь, они убьют тебя, вот и всё. Не для всех, видимо, традиция. Ага, и ещё, вдобавок, ну, там, скриншот в кеолку сброшен, твои слова. Как я буду... Я с моей стороны, будет вам ассист по Петцам, а вы не в спину будете колбасить? Ты же опровержение этого скрина не давал официально. Ну, учитывая то, что после этого вы уже ассистили на ряде осад, как бы играли в таргет, то как бы приводить его после этого, типа, мы вот поэтому не ассистим, очень глупо. Тебе не кажется? У меня этот скриншот, он, по-моему, с начала года, 19-го, и с конца 18-го. И то есть с начала года вы нигде в ассист не игрались, и с нами никого не убивали вместе, ни на одном новом день? Тогда зачем ты его приводишь? Ты сейчас приводишь, давайте убьём все дружно Петцов, а потом мы сгараем тебя. Я такой, зачем? У меня подборющие осы стоят, причём очень сильными составами. Зачем? Я тебя спросил не так, я спросил, не рассматривал ли ты другую стратегию через Гару. А с Гарой я уже, это Гара сказал, что, типа, если ты не убиваешь Петц, там, они убивают тебя, как бы первыми. Я сказал, что не все так считают, видимо. Вот. Тут сладкий мне вопрос. Сладкий, ты, видимо, не так услышал, потому что у тебя единственный такой вопрос. Что, какой он тебе вопрос задал? Он задал вопрос, что, типа, почему я рассказываю, что... Как ты заигаешься? Что у Блэк Скорпионсов, я отдефался от Блэк Скорпионсов и от Петц. Нет, сладкий, я такого не рассказывал. Я сказал, что мы 10-15 минут дрались с Петцами один на один, потом пришли Блэк Скорпионсы. С их помощью смогли откидаться от Петцов. Потом они ушли вновь, и опять 10 минут, и где-то мы упали. Так, вопрос Сирос. Он сейчас понял, что Петцы спокойно стояли против Одичала, Харченами, Блэк Скорпионсов, Айдишек, два состава. Не понял. Он имеет в виду, что, типа, Петцы такие сильные, что стояли против стольких гильзий, как бы. Вот это имеет в виду, я так понял. Так их не били до конца в несколько кипов, я так понимаю. Ну, там, по половине рейдов, наверное, блять, не знаю, по трети рейды каждый... Они продолжали драться, если вкратце, ребята, они продолжали бой друг с другом на протяжении всей осады. А такой бред при этом параллельно. Да, кто-то там еще при этом с бредсами закусывался. Кстати, Сирос, ты помнишь, как мы обошли твой рейд сзади, когда ты там заходил, по-моему, в бредс, ты стоял, как бы, со стороны ворот, вы там то ли их ломали, то ли еще что-то, и мы вдоль горы обошли ваш рейд, но не зашли. Не помнишь? Я не говорю, что ты своим рейдом заходил в ДДКД. Ладно, я понял. Действительно, так рейда не было. Были только одиночки в относительно больших количествах, но достаточно забиренные одиночки. Хорошо. Тогда на этой прекрасной ноте, ребят, мы и закончим. Скоро уже камос, скоро всем спать пора. Осады жаркие получились. Не самые лучшие лично для нас, но для кого-то хороший осад, для кого-то не очень. Так оно всегда и бывает. Раз на раз не приходится. Ну, надеюсь, что и следующий осад будет не менее любопытным, не менее интересным, чтобы как можно больше кланов поучаствовало. Чем больше сторон на осаде, тем, как правило, интересней. На этом все. Увидимся с вами мы завтра уже, не, послезавтра. Ну, а кто хочет, я подключусь с БДО где-то минут через 10-15. На этом все. Всем пока-пока. Счастливо.